Как двигатель всего этого прогресса укомплектовал посольство из пяти лифт представителей осетинских обществ из каждого исторического региона, дикари, южной, юго-восточной и центральной частей Осетии. Мы приехали к тебе, Россия, с добрым сердцем. Мой народ хочет найти в тебе верного друга. Так ответь нам тем же. Приезд послов в Россию правительствующий Сенат радушно приветствует. Мы прежде всего благодарим государню за ее милостивое приглашение. Нас послал осетинский народ. Народ волны. Наши отцы передали нам, а им рассказали их деды, что осетины прежде были верой православной. Осетины ищут дружбу у русских, а коль найдут, будут ею дорожить. Хотят они быть рядом не только жилищами, но и сердцем с Россией. И еще желают представления ее императорскому величеству своих послов. Сенат заверяет послов, что им будет оказана высочайшая милость в России. Вижу, граф, Осетия бельмо в глазу султана. Послы прибыли по доброй воле, значит, тому и быть. Видит бог дочь Петра не враг султана. В добром соседстве желается не мир жить империя российская. Но ни один хозяин не отступится от добра, которое само в руке идет. Так ведь, граф? Ее императорское величество, государыня Елизавета Петровна, даст послам сегодня аудиенцию. Правительствующий Сенат признает осетинские земли вольными и никому не принадлежащими. Послам Сенат объявляет, что те места, на которых осетины вновь поселиться желают, объявляются так же вольными и поселиться им на них не запрещается. А ежели кто из новокрещенных осетин пожелает поселиться по реке Тереву, в самой близости к казачьим станицам, то они будут охранены российскими войсками. Надо нам жить в дружбе. Коллеги иностранных дел считают, что лучше осетинам поселиться поблизости от русской пограничной линии. Но о поддольстве пока что переговоры преждевременные. Значит, переселиться мы можем с осторожностью. Хорошо. А присоединиться, видно, время не пришло. Я не пророк В безлюдную пустыню